Всем привет, друзья! С вами Чейнджер, и наконец-то мы возвращаемся в Urban Empire. Прошла пора, жаркая пора, игр всё как-то одновременно вышло, и сейчас давайте начнём новую игру, наконец. Слушайте, а тут есть ещё сценарии... Да, смотри-ка. Сценарии... Нет, давайте сначала пройдём ещё раз игру, новую кампанию. Я тут поразмыслил, и думаю, мы будем играть, как я уже говорил, в последнем прохождении, в последней серии, упоротого консерватора. Будем просто отвергать прогресс нахер. То есть, мы будем играть за фон Фильцин. Семья фон Фильцин происходит из поместного дворянства, которое известно милитаристскими взглядами и поддержкой традиционных ценностей. Их окружённое полями и лесами поместья стало родовым гнездом фон Фильцин ещё в начале XIV века. Хотя с тех пор эти земли трижды переходили от одного государства к другому. Фон Фильцин и приверженцы традиций. Они верят в классовое общество и считают, что в переменчивом мире люди нуждаются в стабильности. Ну, короче, прям всё, упоротые. Давай вот так вот. Так, эра 1. Промышленная революция. Герберт фон Фильцинда. Жестоко сиротный аристократ Герберт фон Фильцин больше всего ценит власть и империю. Казарменное воспитание сделало его эмоционально холодным и жёстким. Он уважает, уважаем в обществе, но не терпит некомпетентности и жёстко расправляется с теми, кто нарушает субординацию. Герберт глубоко предан императору и считает, что его власть от бога. Он будет защищать государство до последнего вздоха и никто не станет на его пути. Ух, мне прям страшно. Так, жестокость. Вам приносит удовольствие страдания других людей. Класс. Отлично. Так, лудизм. Вы считаете, что на уведение не делают общество счастливее? Средняя школа минус один. Ой, блядь. Элита, личностный рост минус два. Средний личностный рост минус два. Старший интеллектуальный капитал минус один. И у профессионального училища. Так, безопасность пожилых плюс четыре. Безопасность в принципе плюс один. Либеральные партии, базовое значение репутации плюс два. Странно. Консервативные партии, базовое значение плюс четыре. Ну, это понятно. Наместник императора. Вас назначили сам император, поэтому от вас нельзя избавиться голосованием. Ух, но это, по-моему, в первой эре у всех. Так что давай. Римени Швейцалии. На широкой прибрежной равнине достаточно места для развития города. На этих покрытых густыми лесами территориях может вырасти настоящая жемчужина Швейцалии. Так, это что? В расположенном горнистой части Швейцалии нельзя построить большой город, но зато этот регион сулит большие перспективы горнодобывающей промышленности. Уникальное место, в котором сходится множество морских и лесодорожных путей. Подожди, а это мы строили уже. Мы там как раз играли. Давай построим вот здесь вот римени Швейцалии. Почему нет? Обучение давайте отключим. Мы уже, мы прокачаны, ёпта, мы знаем, что к чему. Давайте так, давайте так, посмотрим. Написал впечатление от первого. Прохождение, почитайте. Не знаю, изменится ли оно после второго. Может, это я был просто мега-мудаком. Первую загрузочку нам придется пережить, потому что я хотел показать, кого мы выбираем, зачем и что. Так, хорошо. Приветствуем, Герберт фон Фильдсен. Вы, Герберт фон Фильдсен, 24-й Марк Граф Фильдсена, верный слуга правителя его императорского высочества Франца II Австрийского. Он назначил вас управлять строительством города, который должен в Вене выход в Адриатическое море. Должен предоставить, наверное, выход, потому что как-то странно. Ну ладно. На основание города вам выделили 500 тысяч талеров. Так, у нас кон... А, это личные. Хорошо, давайте осмотримся, что хоть у нас... Плохо, что камеру нельзя вот нагнуть как-нибудь так, чтобы был вот угол маловат. Ну как тогда, мы выясним. Так, ну в принципе... Поля, да? Серьезно? Ну это не наши, да, поля? Жаль. Так, ладно. Ну в принципе, неплохой такой райончик. Нормально. Ну что, посмотрим. Ну давай, что? Давай, давай прям начнем отсюда, как обычно. Создаем район. Давайте делать максимальный район в самом начале прям, который только нам позволит сделать. Мы его сделаем. Слишком большая. Хорошо, не такой. Нет. Так, давай вот так вот. Есть. Теперь давайте увеличим вот... Ах, вот. Хорошо. Сетку давайте по умолчанию сделаем. Ратушу надо построить, да? Нет, нет, нет. Подожди, подожди. Разместить службу. Ратушу. Давай. Давай ратушу. Вот здесь, в жилом квартале, в принципе, по барабану. Хорошо. Больше у нас ничего поменять нельзя. Пока что хорошо. Хоум пил. Хоум пил. Пусть будет так. Хоум пил. Звучит нормально. Хоуп мил. Хоуп... Я не правильно. Хоуп мил. Блять, жестко. Давай я буду ломать себе язык. Надо тренировать, так сказать, дикцию. Хоум пил. Хоум... Хоуп мил. Хоуп мил. Надежда. Мил что? Колесо надежды. Мил. Не знаю, нет. Ну да, мил. Windmill. Это ветряная мельница. Это, получается, хоуп мил. Какое-то, да. Ну, не знаю. Пусть будет колесо надежды. Правда, немного странно. Перевод. Ну, хер бы с ним. Так, ну что, господа. Давайте врубаем сразу на полный. Смотрим, что у нас к чему. Ну, давайте зайдем в городской совет. В городском совете настроение горожан минус 10. У нас нет никого. У кого... У нас никого нет, но настроение уже херовое. Это радует. Это замечательно, на мой взгляд. Так, что мы будем изучать? Термодинамика. Да, вокзал. Нет, вокзал. Это пока что не для нас вокзал. Запретить проституцию. Акт об охране труда. Ну, мы, короче, будем играть упоротого просто... Просто упоротого консерватора. Дети будут работать до конца лет. Просто 2020 год они будут работать. Нам насрать. Женщинам нельзя голосовать. Все, короче. Но мой прогноз, что мы вряд ли доживем до конца игры. Потому что, ну, это будет крайне нелогично, на мой взгляд. Давайте, наверное, сделаем газовую инфраструктуру, чтобы открыть химическую промышленность. Почему нет? Так, ну погнали. Давай город расти. Город процветает. Что у нас есть? У нас нечего. Ничего нельзя построить пока. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Ждем. То есть пока особо кипишовать нечего. Даже строить нечего. Пока у нас в бюджете... Смотри, бюджет выходит в плюс. Замечательно. Теперь-то я помню, что это экономическая игра. Нельзя просто так проебывать деньги. Нужно следить за бюджетом. Так, потребность в промышленных площадях высокая. Ну так у нас пока есть. Что ты гонишь-то? Давай, все, строится. Газовая инфраструктура. Администрация города раздумывает, какой тип газового уличного освещения предпочесть. Вы выбираете. Венскую модель, конечно. Император должен быть рад. Так. Партия физиократов. Да, это, походу, наша поддержка, да, главная. Давайте поставим на паузу. Партия физиократов плюс шесть. Демократы ноль пока что внезапно. Но мы им покажем, как, блядь, не любить нас. Мы же жесткий политик. Мы будем прям угрожать всем. Не знаю, будем ли мы угрожать. Я хочу попробовать в начале игры тоже ни с кем особо не бодаться. И прочее попробовать к партиям не обращаться. Посмотрим, что будет. Просто мне интересно, вот, как тут можно проиграть. Это тоже вопрос такой на миллион. Высокая, блядь, ну хорошая. А если новый район еще сделать, сразу прям два так построить и будет всем счастье, нет? Подожди, подожди. Новый район можно? Мы просто посмотрим, хотя бы за нас проголосует кто-нибудь или скажут, ты долбанный мудак. Я бы сказал, конечно, ты долбанный мудак, но я-то не голосую, поэтому проверим. А можно вот до конца сделать вот по форме прямо. Это слишком большое. Нахера тогда делать такие вот карты? Хотя, может, я не там начал, но ладно. Убери это. Убери это тоже с глаз моих. Убери ты, блядь. Конечно, это прям... Это гениальный район, на мой взгляд, который... А, сука, смотри, что происходит. Ну, убери вот это тогда. Давай так хотя бы. Пусть будет так. Да, смотри, они проголосуют. Давай тогда. Нет, 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 нет. Подожди, 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 подожди. Ох, ох, ох. Обзор района. Блядь, смотри, что происходит. Среднюю школу можно построить, да? Давай среднюю школу запихнем вот сюда. Хотя бы так. Да, смотри, проголосуют. Ну, давай погнали. Нормальное голосование. Ждем. У нас будет прям два района Адлингард. Или Адлингард. Черт. Уличный фонарь перегорел. Теперь не могу понять, темно на улице или нет. Да, так и бывает. Хорошо. Что дальше будет у нас происходить? Что дальше, что дальше? Телеграф, телеграф. Настройка застройки. Вот это полезно. Давайте откроем телеграф, наверное. Просто я думаю, мы не будем, наверное, изучать права человека. Если мы играем за консерватора, обойдутся без прав. А, кому вообще это нужно, правильно? Отлично, смотри. Пока прокатывает. То есть, у нас просто бюджет стал большой. А, может, мне надо пересмотреть само свое прохождение? Сколько у нас было в том прохождении денег? Я вообще не помню, честно сказать. Но я помню, что во второй эре мы просто... Это был симулятор бомжа просто, по сути. Мэр был бомжом. Партия физиократов побеждает на выборах. Красавцы. Демократы на втором месте. Нет, это не наш метод. Это не наши друзья. Стекло победило керамику. Люди все чаще предпочитают стеклянную посуду керамической. К радости стекольной промышленности. Публики пок... Ой, блядь, как я закричал, извините. Публики показаны божественные машины. Сегодня император лицезрел так называемые локомотивы, приводимые в движение паром. Духовенство приветствовало их как доказательство величия Творца. Ну, собственно, новых газет нам не поставляют. Это мы все читали. Ладно, ждем, ждем. Ждем, развиваемся. Смотри-ка, у нас опять в плюс все выходит. Месячный бюджет. Вот это мы красавцы. То есть пока даже доить не надо жителей. Я рад за это. Дела процветают. Мы можем что-нибудь построить. Ничего мы не можем построить. Что тут вообще происходит? Службы. А, ничего, нельзя построить. Хорошо. Так, это подожди, подожди. Что это, что это, что это у нас? Это просто бизнес, да? А вот школа-то я. Смотрю, где школа. А если мы поддержим службу? Смотри, не дают вообще личностной розы, ни хера. Вот как так-то. Она почти покрывает. Давай вот так вот сделаем. Пусть будет покрывать практически весь город. И прям. И ждем дальше. Ждем, развиваемся. Телеграф. Что с телеграфом? В ближайшем будущем планируется подключение города к телеграфной сети. Поэтому администрация разрабатывает правила пользования этим типом связи. Приоритетным для нас, для вас является. Муниципальный расход. Люди... Мы за традиционные ценности люди не должны пользоваться телеграфом. Все. Это наш... Это наш, так сказать... Как там, блядь, тестамент? По-английски, а по-русски, наверное, будет сказать это... Это наш... Ах, догма наша, давайте так скажем. Загрязнение воды. Настоящим предлагается принять закон о защите водных ресурсов от загрязнения. Что там дает? Вокзал плюс 5 интеллектуального капитала. А если против выступить? Нет, ну смотри. Против, наверное, выступить. И вот опять же, нам не показывают, смотри, что будет против. Но это только... Вот зачем тогда голосовать против? Давайте выступим за... Посмотрим. Я ни с кем не буду разговаривать в этот раз. Новый закон о водном загрязнении. Имперский совет выразил забоченность состоянием национальных водных запасов. Промышленные предприятия годами сливают опасные жидкости. Ну, это мы все читали, но давайте продолжим. Это угрожает здоровью наших детей. Либеральные правые протестуют против этих законов, заявляя, что они затормозят экономическое развитие. Пусть регуляцией бизнеса занимается рынок, а не правительство. Нет, блядь. Мы должны регулировать. Мы консерваторы. Давайте будем заголовки только читать. Бумажный переполох. Все понятно. В Соединенном Королевстве открыта первая общественная железная дорога. Вот такие заголовки мне нравятся. Тут, собственно, и читать уже не надо. Все ясно о чем. К чему. Что там у нас по голосованию? Смотри-ка, мы запретим это нахер. Все, нечего там, блядь. Нечего загрязнять воду, свиньи. Подожди, у нас плюс шесть. А сколько мест в Совете всего? В Совете шестьдесят один. Двадцать два, двадцать один, восемнадцать. Ну, пока у нас большинство, но, правда, у этих, блядь, двадцать один... Большинство-то шаткое. В принципе, вообще не большинство. Так чисто это... Большинство на бумаге, но нам нужна жестокость мэра. Местная газета присудила вам звание «Самый жестокий мэр Швейцарии». Что вы чувствуете по этому поводу? Вот, блядь, давай. Понеслась. Пошла жара. Так, жестокость. Главного редактора арестовали, а спустя месяц он скончался при загадочных обстоятельствах. С тех пор больше ни одна газета не смела писать о вас гадости. Вот, блядь, будут знать, как не уважать мэра. Городская интеллигенция боится вас, чего вы, собственно, и добивались. Так и надо. Средний класс, минус два. Ладно, защищенность. Набранные очки для усиления жестокости. Прямо вот пошло. Пошло. Так, смотри-ка, у нас пока все нормально. Прямо удивительно все нормально. Я не ожидал. Ну, может, не стоит действительно посмотреть первое прохождение. Может, там тоже все было хорошо. Хорошо, до поры до времени. Электрический телеграф появился только после изобретения Гуттаперчи. Без нее он не мог существовать. Хорошо, ты прав. Фотография. Театр. Не надо, блядь, им развлекаться. Фотограф. Шпионаж открывает. А шпионаж это мысль. Так, улучшение санитарных условий. Смотри-ка, бесплатная бригада пожарных. Ох, 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 давай, органы безопасности. А потом будем измучать термодинамик. Все-таки вокзал, я люблю поезда. Скажу вам по секрету, я люблю поезда, поэтому давайте посмотрим, что тут. Что, нет ничего? Не открыли ни одного указа еще? Ладно. Тогда ждем, тогда ждем. Построить что-нибудь можно? Нет, ничего нельзя. Золотое будущее. Мир вошел в эпоху процветания, это замечательно. Рабство объявлено вне закона, но только не в нашей стране. Теперь владеть людьми против закона, но только не у нас. В Швейцарии основан новый город, император объявляет о строительстве нового города в Швейцарии. Да-да, это про нас. Так, странный подарок. Вам отправили подарок, это опять ламу. Ну что ж, ребят, не могли вы что-нибудь новое придумать? С одного из тропических островов в Карибском море. Вы отправляетесь за ним в порт и видите, что там вас ждет живая лама с запиской. Поздравляю с назначением на должность мэра. Желаю долгой и успешной карьеры. Доказательство моих добрых намерений посылаю вам Гектора. Берегите его с уважением, пенультима. Принять подарок? Так, смотри. В прошлый раз мы отдали ламу местному ферму. Сейчас мы скажем, да, конечно, репутация, развлечение, серьезно, для всего города. Класс. Нормально. То есть, лама, Гектор помогает нам с репутацией. Я рад за него. Он просто красавчик, собственно. Ламы такие милые животные. И довольно общительные, хочу вам сказать. По крайней мере, они в зоопарках так охотно подходят. Можно их покормить в некоторых зоопарках. Так, ладно, давай. Свободная демократическая партия побеждает на выборах. Вот это очень плохо. Вот это прям ужасно. Ужасно. Смотри-ка, мы выходим в ноль постепенно. Так, ну что? Давай, я не буду, я говорю, я не буду ни с кем разговаривать. Мы играем по настройкам разработчиков. Они придумали так, что если мы обращаемся к партиям, все становится только хуже. Мы не будем ничего ухудшать. Мы не будем разговаривать с партиями в принципе. Только если... Так, нет загрязнения водных ресурсов, все показано. Все, блять, я прочитал, просто здесь показано. Все нормально. Все принято. Так, хорошо. То есть, получается, что мы можем построить? Мы можем построить сквер, да, где-то сквер. Сквер, сквер, например. Давайте построим сквер. Хотя у нас уже на троечку. Нам нужна больница, кстати говоря. Органы безопасности. Администрация готовится к созданию профессиональных органов безопасности. Они должны сфокусировать свою работу на полиции. Полиции, конечно, блять. Чтобы люди тут это... Знали, кто тут главный. Что у нас есть, например? Потребность в промышленных площадях. Ну, давай увеличим до 40. Мне не жалко. Я прям... Мне похер. Газовую инфраструктуру. Давай даже воткнем. Вот это. Деньги. Денег до хера. Кстати, внезапно так. Так, хорошо. Служба. Церковь, да? Давай церковь построим. Почему нет? Давай какой-нибудь вот сюда. Построим, так сказать, церковь по головам людей. Пойдем. Не жалко. Так, что еще тут есть? Средняя школа. А пока не нужна. Ну, давай вот так. Смотри-ка, эти за нас. Красавцы. Давай, давай. Давай. Голосуем. Смотрим. У нас пока плюс демократы. Но я, собственно, их понимаю. И это для них только начало. Скандал вокруг женитьбы. Вы приглашены на званный обед в районе Хоуммилл. Хоуп... Хоупмилл, блядь. Как это сложное слово. Хоупмилл. Не знаю, в английском таких нет слов, мне кажется. Здесь собралась вся местная знать. Все в районе Хоупмилл только и говорят, что о скандальном женитьбе Антона фон Шенбурга. В 45 лет он решил вдруг жениться на своей экономке Луцили. Вот мудак. Которая уже давно у него работала. Его семья просто в ужасе от столь неравного брака. Коллеги рядом с вами спрашивают, что вы думаете? Что же вы ответите? Так. Будь он моим сыном, синяя Б3 классенева. А может это была искренняя любовь? Да пошел... Нет, нет. Мы прямо скажем. Пусть знают, блядь. Да, жестоко. Набраны общительность. Минус один. Я думал очки жестокости нам дадут. Защита. Безопасность его района увеличилась. То есть мы запрещаем людям жениться на экономках. Это влияет на безопасность района. Ну это логично. Согласен. Так, изменяем район. Слушайте, мне кажется, мой прогноз нихера не оправдается. Пока-то все идет хорошо. Прям я даже гораздо лучше, чем я ожидал. Стоит ли сюда воткнуть газовую инфраструктуру? Как вы думаете? Хоуп Милл безмятежное место. В районе Хоуп Милл очень редко происходят ограбления и нападения. Жители никогда не запирают дверей и вообще очень доверчивы. Возможно даже слишком? Нет, Кайзерс Хафф на отличное место. Пусть таких людей будет побольше. Давай, нет, скажем. У меня все-таки репутация повысится. Очки оптимизма. Почему нет? Давай перестроим этот район. Изменить. Что нам надо? Нам надо коммерческие площади. Давай повысим коммерческие площади. Не проблема. Все, что ты хочешь. Газовую инфраструктуру. Да, да, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, подожди, подожди. А денег-то нет, денег-то нет. Я что-то разогнался. Подожди, подожди, отмена. Да, 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 да. Ждем, ждем. Денег-то нет. У нас что-то все в минус пошло. То есть я рано прикрутил газовую инфраструктуру в тот район, да? Безопасность не может быть случайной. А это все я, блядь, ждал. Думал просто о деньгах. Так, ладно, что? Термодинамику давайте. Вокзал хочется когда-нибудь построить. Слушайте, слушайте. Ну что, пора включать машину репрессий, я хотел сказать. Ну не машину репрессий, а машину налогов. Налогообложения. Давай, чуваки. Ну вот так сделаем. Хотя бы так. Хотя бы так. Что по указам есть? Органы безопасности. Медицинский сектор объединяет широкий спектр услуг и организаций. Больницы, терапевты, специалисты альтернативной медицины, специалисты альтернативной медицины. Но хотя в 1834 году большинство медицины было бы то, такой, какой мы сейчас бы охарактеризовали как альтернативной, мне кажется. Следовательский центр, то есть, плюс два, да, вот это нужно. Клиника, плюс два, ладно. Нам нужна клиника потом. Давай, это предложим. Акт об охране труда. Нет, давайте не будем. Давайте вот так сделаем. Запретить проституцию. Да, проституцию мы запретим. Вот наши консерваторы, друзья, как раз за нас. А вот с этими теперь не ясно, кто... А, да, смотри-ка, партия физиократов тоже. Давай, да, да, конечно. И продажу сигарет также. Все нормально. Демократы против нас. Давай, акт об охране труда. Мы, короче, поддержим все, что поддерживают... Как их там? Консерваторы. Но ни с кем не разговариваем. Я напомню, ни с кем. Так, 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 сын. Поздравляем, супруга родила вам сына. Семейный доктор сказал, что ребенок сильный и крепкий. Вы решили дать ему белеский имя Симеон. Как вы будете его воспитывать? Подчинение? Уважение традиций? Уважение традиций давайте, я думаю, так. Набранные очки для усиления оптимизма. Хорошо. Подчинение не надо воспитывать. Мы готовим из него мэра. Он должен прям... Должен чтить традиции. Так, акт об охране труда. Погнали. Слушайте, мы уходим в минус. То есть, все-таки я поторопился. Сейчас все плохо. Я рано разогнался с инфраструктурой. Ладно, будем знать, будем знать. Прям нас просадила та перестройка. А может и не она, не знаю. Не знаю, что-то я опять упустил этот момент. Когда все пошло к черту. Так, лицензирование алкогольной продукции. Все, мы, короче, запрещаем проституцию. Веселье народ просто будет. У них так минус один индекс развлечений. Они расстроятся окончательно. Но мы играем для того, чтобы сделать нашу семью сильной. Чтобы граф, чтобы семья фон Фильдсен процветала. А не то, чтобы народ веселился. Так, органы безопасности. И главное для нас изменение налогов. Остальное нас вообще не касается. Нам насрать. Так, хорошо. Изменение... Блядь. Ты смотри. Ну что, переговорим с кем-нибудь? Национальная партия. Давай с ними мягко поговорим. Городу это необходимо. И вот так вот оставим. Репутация ноль. Но вот это, блядь, очень мне не нравится на самом деле. Что репутация влияет от того, что... Мы просто не можем... Блядь, мы сказали ему, городу это необходимо. Почему репутация должна понизиться? Я не понимаю. Ждем. Ух ты. Вот это... Вот о чем я говорю. Вот. Начинаем доить наших граждан. Ух, в коммерческих площадях большая потребность, да? Давай вот этот район перестроим просто. Просто перестроим его. Смотри, у нас во всем большая потребность. Давай вот так. А я... Да, нормально. Давай потратим личные сбережения. Ноль. Ноль личных сбережений. Термодинамика. Администрация города должна принять решение об интерьере новой железной станции, железнодорожной станции. Имперский. Имперский. Конечно. Конечно, имперский. То есть, смотри, у нас теперь плюс 9. Репутация всего плюс 4. Как считается, да. Средний рифмит. Нет, подожди, блядь. Партия физиократов побеждает на выборах. Это замечательно. Индейцев загоняют в резервации. Это плохо. Рабство объявлено незаконно. Только не у нас. Подожди, подожди. Плюс 8. Плюс 2. Только что было плюс 9. Как так-то? Всего плюс 3. Как они и средняя считают. Ну, в принципе, ладно. До целых округляет. Только, сука, в нижнюю сторону. Это не... Это, блядь, плохо. Так. Что тут еще? Лицензирование продажи сигарет. А я думал, мы тоже его взяли. Нет? Давай предложим. Почему нет? Термодинамика сейчас. Сейчас будет термодинамика. Предложение по налогам. Похоже, свободная демократическая партия хочет получить больше студенческих голосов, для чего активно агитирует за налоговые льготы. Выступить против. Да. Мы скажем, ребят, хер бы вам. Хер бы вам, нам нужны деньги. И мы еще не хотим поддерживать демократов. Вот так. Мы играем отмороженных консерваторов и будем следовать этому. Отвергать любой прогресс. Любой прогресс, который покусит на традиционные ценности. Этот короткий эксперимент демонстрирует нам чудесные законы небес и природу ветров. Замечательно. Так, смотрите, у нас уже есть термодинамика, органы безопасности, газовая инфраструктура, телеграф. Права человека сразу нет. Это сразу нет. Зачем нам это надо? Так, мы можем во второй эре ведь... А нет, ничего не можем, забудьте. Так, фотография, улучшение санитарных условий. Давай вот это, настройку плотности нам нужно. А здесь тоже настройка за... Давай бессимеровский процесс сначала изучим. Но я думаю, мы сделаем это уже в следующей серии. Давайте-ка глянем, что у нас к чему. Серьезно? Уже прям так? Так. 10% должны быть студентами. Добиться чуть... Чтобы более 50% населения принадлежали к высшему среднему классу и студенчеству. Мы только начали, у нас уже две звезды есть. Вот это, да? Так. Добиться, чтобы не менее 30% населения принадлежало к низшему классу. Чтобы менее, хорошо. Не менее, это было печально. Добиться, чтобы не менее 50%, 15% населения принадлежало к низшему классу. Вот это прям нежданчик. Народный избранник. Индекс настроения жителей должен быть не ниже удовлетворительного уровня. Ну, что, красавцы. Вот просто играя... Упор этого консерватора. Просто делая какую-то... Ну, пока мы, правда, ничего. В принципе, пока мы, наверное, играем так же, как в прошлый раз. Только я сейчас более внимателен к деньгам. А то до этого я что-то... В первом прохождении я накосячил, конечно, сильно. Здесь у нас освещение есть. А тут это прям район темный. Хоуп, Милл, процветающий район. А это район для бедных. Скажем так. 7. Интеллектуальный капитал 7. Это просто позор, на самом деле, друзья. Ну, да ладно. Давайте глянем, сколько стоит вокзал. 2 миллиона. Ну, это понятно. Где его, кстати, можно построить-то? Вот здесь. Близко от города. Хорошо. Если мы прям... Да ладно. 12.8. Нет, нет, мы пока не будем строить. Это потому что 2 миллиона. Это слишком круто для нашего бюджета. Хотя давайте, наверное, примем изменение налогов. Что-то у нас будет. Его не поддержат, конечно. Конечно, не поддержат. Отлично. Так. Все замечательно. Никто не понизит налогов студентам. Они должны платить. Отклонено. Все. Все, пацанчики. Я вот только не понял. Сейчас у нас плюс 5% все-таки студенты будут платить, потому что они предлагали-то не платить, чтобы студенты меньше платили. Но неважно. Главное, что это отклонено. Мы публично сказали, мы не хотим этого и нас послушали. Вот что значит жестокий мэр. Давайте на него глянем еще раз в конце. И я скажу вам, друзья, что с вами был Ченджер. Это Urban Empire, вторая семья, упоротые консерваторы. Отвергаем прогресс. Продолжаем. Посмотрим, к чему это нас приведет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Увидимся в следующей серии. Пока.